В Ак-Тубе жильцы бывшего общежития, где в понедельник полностью сгорела крыша, вынуждены оставаться в своих квартирах. В здании сейчас нет электричества сыра. Но пойти людям некуда, к тому же они опасаются мародерства. Материал Эльмиры Ержановой. От свежего ремонта в квартире матери-одиночки Жамиле Жумаговой ничего не осталось. Обои нужно переклеивать, пол залит водой, пострадала мебель. Восстановить жильё за свой счёт безработная женщина не может. Поэтому надеяться только на компенсацию, которую обещали сотрудники Акимата в день пожара. Никто не называет сумму компенсацией, не приходят, не объясняют ничего. Хотя в день пожара люди из Акимата обещали нам помочь. А на деле получается, я бегаю, сдаю бумаги, чтобы получить деньги. А о положенных ста тысячах тенге я узнала из соцсетей. Пожар случился вечером 30 ноября. К счастью, никто не пострадал. По предварительной версии, кровля загорелась из-за брошенного окурка. Жители говорят, что виноваты бомжи. В общежитии 1983 года постройки особенно пострадали комнаты на верхних этажах. Теперь там сыро и пахнет гарью. Жить здесь невозможно. Но одним просто больше некуда идти, другие боятся мародёрства. «Подъезды тёмные, света нет, допустим. Никого нет, жильцов толком же. Никто не живёт. Мало ли что может произойти. Может быть, взломают у кого-то квартиры, замки пооткрывают. Ну, вот так вот. Последнее вынесут». Конкретные сроки, когда крышу починят, в Акимате не называют. Да и средств на дома, где квартиры принадлежат собственникам, в бюджете нет. Оказалось, что общежития не относятся ни к КСК, ни к управляющим компаниям. Так что власти надеются на спонсоров. Что касается компенсации для пострадавших, материальную помощь получат не все. «Компенсации всем выплатить не получится. Компенсации, скорее всего, получат жильцы 4-5 этажов, которые наиболее пострадали. А первые, вторые, третьи этажи, ну, это всё будет комиссия решать». Два года назад в общежитии обновили кровлю. «По программе модернизации людям ещё 18 лет выплачивать по кредитам из-за пожара. Вся крыша пришла в негодность. И что теперь делать, люди просто не знают». Чиновники обещают, что пока не восстановят крышу, жители временно освободят от оплаты этого кредита. Но люди не верят. Эльмира Ержанова, Амана Монтай, Информбюро, Октябинская область. «Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Всё то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация». Продолжилось strengths, Social Security этим, Редактор субтитров А. С seine минарôn salvation Корректор А. Сенчushumu А. Суше неравидевия Продолжение следует Суше бухгари